Приветствую вас. Как мне показалось из вашего текста, проблема даже не совсем в тете, которая повела себя не с самым лучшим опытом, проблема в том, что вы почему-то будучи уже взрослой, будучи уже зрелой личностью, вот, а до сих пор по какой-то причине живете со своей мамой. Вот. И вот это, на мой взгляд, является такой коренной проблемой, ну или лучше, может быть, можно сказать принципиарной проблемой. Прям потому что ведь что-то же вас заставляет жить самым, а без, например, своего мужчины, да, который у вас, ну, по идее уже должен быть и так далее. Ну. То есть я рекомендую вам задуматься о том, почему вас, лично вас, как задела реакция вашей тети. Ну, отреагировала она, так и отреагировала, может быть, сама не знала, зачем так реагировать. Может быть, была вне настроения, может быть, слишком гордая, чтобы теперь извиняться. Да, мало ли, на самом деле, какие-то могут быть причины для такого ее поведения. Другой момент, почему это задело вас. Вот это действительно, на мой взгляд, очень и очень важно. Потому что если вас это не задевает, значит, где-то какую-то часть себя вы не принимаете. Вот. И вопрос заключается весь в том, что это за часть, почему эта часть имеет место быть, насколько она влияет на вашу жизнь, ну и так далее. Совершенно очевидно, что нельзя, не получится, да и невозможно, и не нужно каждый раз уходить, когда приходим в гости тети. Тогда не совсем понятно и то, почему вы не можете, например, быть где-нибудь у себя в комнате в этот момент. Ну, а это вопрос уже немножко другой. То есть, оно же видно, что уходить вы правы не ссором. Соответственно, что нужно делать вам? Здесь многое зависит от того, чего вы хотите. Если вы считаете, что тетя ваша должна извиняться перед вами. Если вы считаете, что она вот обязана извиниться прямо таки перед вами. Это один момент. И тогда я думаю, что здесь вариант только лишь сохранять ее вектор, да, Ну, то есть вот вести себя так, как она себя с вами ведет. Ну, а выбора, что выбора, то у вас особо нет. Вот, если вы не готовы менять что-либо в отношении нее. Либо, если вам, в принципе, не обязательно, чтобы она перед вами извинялась, то тогда, я думаю, вы могли бы, в принципе, сами здороваться, общаться, да, то есть, как бы, ну, можно сказать, сами бы разряжали бы остановку. Но, опять же, понятно, что от вас никто подобного не требует и не ждет. Делать подобные вещи вы не должны, но, если вы хотите, чтобы она перед вами изменилась, то я полагаю, справедливо будет спросить, почему. Почему вы хотите, чтобы она перед вами извинялась, для чего вам это нужно, чтобы она перед вами извинялась. Если вы хотите, значит, есть некий, некий, некий такой у вас посыл, есть некие, некие такие, может быть, эмоции, есть некие чувства, может быть, даже обилия есть, которые, к сожалению, как правило, никак не связаны с самой тетей, которая всего лишь нашего, сколько лишь, послужила катализатором. Того, что вы сами чувствуете, того, что вы сами ощущаете. Вот, и либо вы постараетесь для себя эти вещи понять, либо вы так и будете, значит, идти по негативному пути, да, то есть, по пути, вот, контакт. Дальше, значит, вы говорите о том, что отчет вы получили при не самых приятных обстоятельствах. И я на самом деле понимаю, что это неприятно для вас, вот. На самом деле, понимаю. Но и вы также постараетесь понять, что очевидно вас это приводит. То есть, вы сами не пережили тот эпизод, у вас в связи с ним есть некие негативные эмоции, негативные переживания, вот. И эти негативные эмоции и переживания, они находятся в вас, внутри вас. не дают вам тем самым, значит, покоя и не позволяют вам спокойно воспринимать какие-то вещи, связанные с тем, например, что говорит ваша тетя. Тетя, может быть, говорила о совсем другом контексте, да, то есть, зачем ей вас оскорблять, зачем ей вас унищать, там, там, вас, вас, ваш, ага, ага, ну, что угодно, вообще, вот. Как бы, зачем мне это нужно делать, для чего ей это, знаете, вот. Для чего ей это нужно. Тонкость-то вся именно в этом, для чего ей это нужно, для чего ей, зачем. Вот. Понимаете? И вот до тех пор, пока вы не будете более спокойно воспринимать то, что она, да и кто-либо еще вам говорит, я боюсь, что у вас будут проблемы. Потому что, ну, всегда будут какие-то эмоции, которые будут вас, ээээ, как вот, задеваться и так далее, да, то есть, рекомендую здесь, эээ, постараться отпустить именно то, что с вами произошло. Вот. Что касается халата, то эта ситуация, конечно, так же запутанная, потому что, на мой взгляд, как это вы же я, как бы вы сами недовольны тем, как вы одеты, может быть, что вы делаете, чем вы занимаетесь и так далее. Ну, молимся, что вы недовольны, а тетя просто всплыхнула вас, это недовольство опять-таки, то есть вы знаете, как бы делаем, где не все тетя, а вас, и вот, когда-то можете, а если уж совсем тяжело, то вы можете вызвать ее на разговор настоятельно, да, то есть просто попросить к маму выйти и прямо с ней поговорить и все выяснить. Я, например, более чем уверен, что она погорячилась и теперь просто не готова идти на какие-то примирения, да, с вами, то есть, ну просто такой, знаете, гордый человек. Вместе с тем я полностью с вами согласен в том, да, что уходить, это, ну как раз уходить, это совершенно не вариант. Я с вами согласен. То есть исходить здесь можно и нужно из того, что представляет себя ваша тетя как человек, кто она как человек, какая она как человек, что ей нравится, что не нравится, да, то есть какие у нее, может быть, слабые стороны, какие у нее сильные стороны. И так, я думаю, вы могли бы наладить диалог. Ну, кроме того, никто не мешает вам, если вы преследуете цель именно наладить отношения, да, никто не мешает вам, например, включаться в разговор. просто вот, ну, самостоятельно, да, то есть, хоть разговаривает, ваша мама разговаривает и вы разговариваете. Вот, никто не мешает вам это делать. Получится ли это или нет, это уже вопрос немножко другой. будет ли от этого какой-то результат, не будет ли от этого какого-то результата, это уже покажет прежде. вот, но я думаю, что если у вас есть потребность наладить отношения, вот, то вы выберете для себя какой-нибудь, ну, наиболее приемлемый может быть для вас способ и его реализуется. Одна будет только к вам, пожалуй, просьба, это просьба не искать виноватых, на мысль, виноватых вы никогда не найдете, вот, тут несут ответственность оба, с той или и с той разницей, что по живому человеку, коим является ваша тетя, куда сложно проявить гибкость своего ума, проявить гибкость в своей психике, да, и, собственно говоря, для себя совершить шаг назад. То есть это есть большая, большая вероятность того, что тетя не будет столь легко, да и вообще как угодно, не будет идти на примирение с вами. Вот, вам к этому я рекомендую быть готовым. Чтобы для вас это не стало какой-то, какой-то, знаете, серьезной или может быть сильной неожиданностью. Вот. Поэтому вот, собственно, то, что я могу вам сказать. Предполагаю, что если у вас, какие-то обиды, есть у вас какая-то неудовлетворенность, есть у вас что-то вот такое, что заставляет вас негативно реагировать на все те вещи, что вот вы описали. Ну, и вы постараетесь тоже понять, что от вас, во многом от вас зависит то, будет ли дальше ситуация улучшаться, или она будет ухудшаться. Потому что, ну, например, что же делать, она вас игнорирует, значит она, если она вас игнорирует, значит она тоже не равнодушна к этой ситуации. И ситуация для нее, видимо, тоже тяжелая, сложная и неприятная. Что-то говоря, интересный вопрос, как вы общались, собственно говоря, с тетей, да, до инцидента. То есть как вы взаимодействовали с ней? Потому что складывает ощущение, что конфликт у вас был еще до того, как вы построили. Потому что если бы конфликта не было между вами, ну, я склонен думать, что вы бы его решили более легким путем. А раз так, значит ситуация улучшилась в более раннем моменте. Вот. Ну, может быть вы и заметили этого, но тем не менее, тем не менее. То есть понятно, да, давайте подытожим. А если вы хотите кому-то что-то доказать, доказать тете, доказать, может быть, маме, или что-то еще, то вот с этим лучше приостановиться, потому что никому ничего вы доказать не сможете. То есть это пустая дотея, которая снимет только у вас и, скорее всего, у вашей мамы и у тети очень много эмоциональных сил. Вот. С другой стороны, потребность доказывать что-то, ну, кому-то что-то доказывать, да, и так далее. С другой стороны, потребность доказывать, она берется не на пустом месте. Если вам хочется доказывать, значит для этого есть определенные предпосылки, и эти предпосылки нужно разбирать. Потому что в жизни вам будет несколько проблематично выстраивать отношения с людьми, которые, знаете, ну, далеко не всегда стремятся вас обидеть, да и кого-либо еще. Так сказать, не только вас. Так говоря, какие-то вещи, которые вы воспринимаете за обиду. Поэтому думается мне, что таким вот образом можно вам ответить на ваш вопрос. Соответственно, предлагаю вам, хочу, чтобы вы подумали обо всем этом как следует. Вот. Ну, и, может быть, сделали какие-то выводы для себя. Надеюсь, это поможет вам найти путь для дальнейшего поведения в вашей тетке. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации. Спасибо. Спасибо. Спасибо.